Она будет совершенно... Нефтяником Сергей Александрович мечтал стать с детства. Его старший брат трудился на Якушкинском нефтепромысле. И Сергей часто приезжал к нему на велосипеде. Благо, родное село Старое Якушкино находилось всего в нескольких километрах от месторождения. Семья у нас большая. Восемь детей было у родителей. И все в основном, как бы... Ну, многие работали в сельском хозяйстве. А потом, когда начал старший брат работать на нефтяном промышле, здесь, на Якушкинском месторождении. Интересно стало. Мы еще с детства здесь на месторождении, как говорится, на велосипедах, прочее, когда ягоды собирали, грибы. Ну, качалки, станки вот эти, все это видели, как техника работает. Сергей закончил восьмилетку в Старом Якушкино, десятилетку в Кармал-Аделяковской средней школе, а после получения аттестата уехал в город, где устроился на завод Зим. Через год его призвали в армию. После прохождения учебки попал служить в Марфлот на тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск». Демобилизовавшись, через три года вернулся в город. И еще некоторое время работал токарем на заводе четвертого ГПЗ, а затем переехал в Суходол. И устроился машинистом экскаватора на Сирноводское управление технологического транспорта. И попал на Радаевское месторождение, как сказать, уже на нефтяной промысел. И с 88 по 90 год я проработал на Радаевское месторождение. Так и началась карьера Сергея Тлашова в нефтяной отрасли. Правда, на некоторое время ему пришлось по семейным обстоятельствам уехать в Антоновку, где он три года проработал в местном совхозе. Но в 1993 году, вернувшись вместе с семьей в Суходол, он снова устроился в СУТТ на свой экскаватор. С 1993 года по 2002 год машинистом экскаватора я проработал на Якушкинском месторождении. В 2002 году по приглашению старшего мастера, пившего Владислава Васильевича, который меня, как говорится, уговорил все-таки перейти к ним работать, я устроился оператором ППД. Когда я образовался в январе 2003 года, перевели нас в ЦРЛАТ, цех эксплуатации, ремонта трубопроводов и ликвидации аварий трубопроводов. В настоящее время этот цех называется ЦРТ номер один, а Сергей Тлашов и сейчас работает в нем. Теперь он мастер и в его подчинении целая бригада. И он активно передает большой производственный опыт следующим поколениям. За добросовестный труд наш герой имеет немало наград. Среди них почетные грамоты от НК «Роснефть», АО «Самара нефтегаз» главы Сергеевского района. Портрет передовика был размещен на доске почета. Как говорится, слава Богу, повезло по жизни руководителей. Нормальный руководитель, хороший. Когда я начинал, пришел в 2003 году в ЦРЛАД, когда перевели нас, у нас первый начальник цеха был Корякин Юрий Алексеевич, которым я уважаю и уважаю, потому что давно знаком был. Еще когда работал экскаваторщиком, пересекались по работе. Как говорится, сейчас в настоящее время на пенсию он. Но много фамилий можно называть, с кем, как говорится, приходилось работать. И сейчас я работаю, вот наше руководство. Начальник ЦРТ-1 Чернов Александр Юрьевич, у которого большой опыт работы. Ульянова Дмитрия Михайловича, замначальника ЦРТ. Ананев Вадим Валентинович, тоже замначальник по технодзору. Можно много фамилий называть, но, как говорится, слава Богу, повезло мне. Где я не знал, что, говорится, обращался, подсказывали. То есть никогда никто не отталкивал, не отсказал, говорится. Сейчас вот пришли молодые мастера, тоже, как бы, после института, прочие, уже успевшие проработать рабочими. Ну, как говорится, что мы знали, передавали, как говорится, и передаем, подсказываем. Наш герой признается, что с уверенностью смотрит в будущее. Впереди годы плодотворной работы на благо нефтяной отрасли. А после ухода на заслуженный отдых он передаст эстафету молодым профессионалам, которых на предприятии немало. Среди них и старший сын Сергея Александровича, который сейчас работает мастером трубной базы за ДНГ номер один. К нему и всем коллегам в канун профессионального праздника Сергей Атлашов обратился с самыми добрыми пожеланиями. Нашим, как говорится, коллегам, кого я знаю, с кем работаем, всем здоровья, самое главное, благополучия и стабильности, чтобы можно было, как говорится, быть уверенным в завтрашнем дне. Самое главное – здоровья им, семьям, детям, всем.